Всем привет! Blender2.91. Хотелось бы вот именно рассмотреть информацию, которую я нашел на полях интернета в Яндексе. Это не в Ютюбе. Что такое именно 1С анимация, 2С анимация и 3С анимация. Давайте все это дело рассмотрим. Так, будем использовать вот такую вот сферу и тайминг. Так, значит перемотаем тайминг где-то вот, чтобы у нас было 24 кадра в минуту. Вот так, это вот полные, вот так поставим, полные 24 кадра. Итак, возьмем значит наш, вот этот вот, нашу сферу, пропишем значит первый кадр. Это И, значит локация. Теперь выбираем, значит, четвертый кадр, вот этот. И делаем G, ну пусть вот сюда уходит мяч, пишем И, локация. Проверяем, как он работает. Так, все нормально. Теперь у нас выходит седьмой кадр. Это значит G, пускай где-то здесь будет И, локация. Теперь десятый, тринадцатый, шестнадцатый. Десятый, значит G падает сюда. И локация. Тринадцатый. G отлетает чуть поменьше. И, локация. Так, теперь шестнадцатый. G, он падает. И, локация. И смотрим, что получается. Вот так вот прыгает у нас мяч. Нам нужно все это дело догнать до 24 кадра. Так, девятнадцатый. Еще раз G, он подлетает. Уже поменьше. И, локация. И, двадцать второй кадр. Так, двадцать второй кадр. И, локация. И получается, что вот это, то, что сейчас я вот это сделал, это у нас получается 3S анимация. Вот это вот расстояние по покадровкам. Вот такая штука. Теперь, если мы добавляем к этим кадрам еще кадры. Давайте посмотрим. Добавляем третий. Прописываем просто и. Локация. Пятый. И, локация. Седьмой у нас остается. Теперь добавляем девятый. И, локация. И, одиннадцатый. И, локация. Значит, теперь здесь у нас должно получиться. Тринадцатый пропускаем. У нас должен выйти пятнадцатый. По сути своей. И семнадцатый. Получается у нас, значит, прописываем пятнадцатый. Двадцатый и, так, локация. И семнадцатый и локация. Девятнадцатый пропускаем. Двадцать первый и локация. И двадцать третий и локация. Получается, вот у нас теперь два С анимация. Вот это у нас вышла два С анимация. Чтобы у нас получилось один С анимация, мы теперь добавляем остальные вот эти кадры. Это полная прописка вот этого всего идет. Так, и локация. Локация. И вот у нас выходит полностью двадцать четвертый кадр. Ставим двадцать четыре кадра. Это у нас получается один С анимация. Она мягче. Вот движения более такие прикольные. Вот так вот все это дело здесь распределяется. Так, теперь давайте посчитаем, как вот все это дело я нашел. Именно в интернете. А, кстати, для чего все это дело делается? Чтобы уменьшить время для прописки каких-то кадров. Это вот мяч. Но если будем использовать сейчас, допустим, какое-то движение персонажа, то получится нам нужно не просто вот так вот прописать здесь четвертый, пятый, допустим, шестой кадр. А где-то нужно будет менять какие-то позы. Это движение корпуса, больше добавлять движение пальцев, мимики лица. Это если персонаж будет. Это очень много затрачивается времени. И вот стараются использовать, как я читал, именно в аниме. 2С и 3С анимацию. За, так, чтобы меньше рисовать и именно делать вот этих покадровок персонажа. Так, ну а теперь давайте расчет попробуем сделать на 24 вот этих кадра. Именно для рендера. Сколько времени уйдет. Но это опять же вся информация из интернета. Строго не судите. Давайте разбираться. Итак, давайте проверим тот расчет, который именно я нашел в интернете. Это для программы Corona. И вот его рендер. Допустим, если там будет производиться. Ну, это все, так сказать, информация абстрактная, опять же. Но нужно ее хотя бы знать. Так, у нас получается 24 кадра. Так, 24 кадра в секунду. Мы умножаем на, так, 24 секунды. У нас получается равно 576 именно, 576 кадров у нас выходит. И теперь 576 кадров мы должны умножить на, ну допустим, один кадр у нас будет происходить именно рендер. Ну, если там навороченная, допустим, сцена, да, 65 минут. Вот так, 65 минут ставим. И так у нас получается 37440 минут будет происходить рендер. Сколько это будет в днях? Это будет 26 суток или 624 часа. Вот это все действие будет происходить именно 576 кадров при навороченных, допустим, текстурах, там, всей такой штукенции. Будет вот это занимать время. Итак, вот такая информация с полей интернета, что такое 1С, 2С и 3С анимация и как производится простой расчет по времени именно по рендеру. Все, всем пока, до свидания.